Сегодня здесь проходит игра очередного тура третьего дивизиона, где встречаются команды Строгино и Ника. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы рады вас снова приветствовать в эфире. Сегодня у нас седьмой тур третьего дивизиона. И сейчас мы объявим вам составы на матч. Команды уже вышли на поле. Сейчас начнется матч. Звучит стартовый свисток, и мы представляем вам составы играющих команд. Команда Ника. Номер 71. Глеб Сачава. Номер 18. Андрей Волобуев. Номер 7. Иван Погребняк. Номер 19. Кирилл Александкин. Номер 4. Марио Митов. Номер 20. Мухарбек Куцуков. Номер 5. Роман Дудин. Номер 14. Сергей Ларин. Номер 10. Капитан команды Иван Комов. Номер 21. Старожук Алексей. Номер 22. Родиков Евгений. Команда Строгино. Номер 1. Андрей Марченко. Номер 20. Антон Колубков. Номер 15. Александр Александров. Номер 9. Капитан команды Гванзав Магомедов. Номер 4. Артем Четвернин. Номер 14. Дмитрий Демидов. Номер 11. Ватраст Идеев. Номер 10. Эдамс Рязков. Номер 20. Андрей Талалаев. Номер 7. Магомед Алиев. И номер 18. Шахан Плиев. Напоминаем, что трансляцию сегодняшнего матча для вас проводят Мария Симонова и Анна Конкина. А я хочу напомнить о результатах предыдущего тура. Сегодняшние гости Ника в прошлом туре встречались с Буревестником. Матч закончился победой Ники со счетом 1-0. А с Трогино играли со Спорт-Академ-клубом, лидером чемпионата. И сыграли в ничью 2-2. Тем самым заработали первое очко. Пока мяч находится у гостей. Ника сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате. С Трогино идет пока на 13-й. Посмотрим, что изменится после этой игры. Старается пока Ника навязывать свою игру. С Трогино перехватывает обычный мяч в центре поля, но затем снова потери. Не получил сейчас проход штрафную 14-го номера Ники Сергея Ларина. Вот сейчас стараются организовать хозяева атаку по флангу. Ну и Ванкомов убивает мяч. Стоит отметить сейчас частые потери на фланге. Игроки выбивают мяч. Андрей Волобуев вводит его в игру. Судья фиксирует офсайт. Тренер хозяев активно подсказывает своим игрокам. Ему не нравится сейчас ситуация, которая происходит на поле. Хотел сейчас выйти один на один седьмой номер с Трогино. Магомед Алиев. Но Глеб Сачау забирает у него мяч и вводит в игру. Не торопятся пока гости. Пускай сейчас мяч игрок Ники. Хотели организовать достаточно перспективную атаку по левому флангу. Мяч снова Строгино. Как-то неторопливо играют гости на своей половине поля. И вот снова они стараются организовать атаку по левому флангу. Атем Четвернин здесь хорошо сработал. Строгино зарабатывает штрафной удар. Не получилось у нее подачи на Рязкова. Комов сейчас сделал подачу на Андрея Волобуева. Марченко Андрей на месте. И вводит мяч в игру. Может быть, пока не происходит ничего особенно опасного на поле. Стоит рассказать немного о нашем сегодняшнем сопернике. Клуб Ника был образован в 1999 году. В 2001 году он принял участие в соревнованиях 2-го дивизиона. Старт, к сожалению, вышел для этой команды неудачным. Они заняли последнее место. На три года выбыли в ЛФК. В 2005 году снова вернулись во 2-й дивизион. И в 2010 году опять же заняли последнее место в зоне Центр. И сейчас, в общем, Ника снова играет в 3-м дивизионе. Одним из самых крупных достижений, наверное, был выход в одну 128-й финала Кубка России. Это происходило дважды в истории Ники. В сезоне 2005-2006 года и 2009-2010. Вот такой у нас сегодня соперник. Напомню, что сейчас они идут на 9-м месте. Стараются гости прижать Строгино к своей штрафной. У них пока это не выходит. Хорошо срабатывает защита хозяев. Мяч часто оказывается за пределами поля. И вот сейчас мяч будет вводить в игру Гванзав Магомедов. Придерживал сейчас 18-й номер гостей. 22-го номера Строгино. Пытались сейчас игроки сделать запросы штрафную. Но у них, к сожалению, ничего не вышло. Мяч у Ники. Мясо. Все. Все. Встреча. Придержал. Придержал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот получает мяч сейчас Ника Пытается войти в штрафную Падение Это так хорошо играет сейчас капитан команды Иван Комов, номер 10 Фалят сейчас на игроки Строгино Сейчас хороший вариант для контратаки Дальний удар по воротам Дмитрий Демидов это был? Мяч переходит на угловой Магомедов сейчас неторопливо отправляется за мячом Может быть чтобы немного успокоить темп игры Но не сказать что он и так Высокий Я бы сказала как раз что наоборот Обе команды сегодня как-то особо не торопятся Темп игры невысокий Я думаю что это только начало первого тайма Поэтому вся жаркая борьба еще впереди Если игроки скоро начнут замерзать То надеюсь они будут двигаться побыстрее Неплохо подал Удар ножницами сейчас хотел исполнить Магомед Алиев После подачи главного Но он немного у него не получился Стараются нагнетать 9-22 номер Гостей Снова недоволен игрой своих подопечных Главный тренер Сторгино Пробую кричат партнеры Кто это у нас Сергею Ларину Но тоже сейчас не получилось Подойти близко к воротам Сторгино у них Хорошо сейчас играет Андрей Марченко Продолжение следует... А так сейчас хорошо организует Сторгино О, отлично! Головой отправляет мяч в сетку ворот Кто это у нас был? Магомед Алиев Автор первого гола Хороший пас штрафной Удалось ему замкнуть передачу головой Ну, надеюсь, что теперь игра пойдет повеселее Хочется отметить, что Сторгино как раз Старались проводить свои атаки очень быстро И как раз одна из контратак сработала После подачи штрафной И вот сейчас еще один хороший момент может получиться Капитан команды Кванзав Магомедов хорошую подачу сейчас сделал Выносит защитники Ники мяч Не успел шахампли их немного Защитники Ники Очень хорошо звучит у нас Просит сейчас главный тренер Сторгино Своих подопечных, чтобы они Охраняли Сергея Ларина и Ивана Комова Потому что они сейчас на данный момент Больше всего нагнетают на ворот Сторгино И чаще атакуют Выносит сейчас мяч Андрей Талалаев Красиво перевернувшись через себя Эти эпизоды мне сейчас напоминают Начало первого тайма, когда мяч часто оказывался за пределами поля И вот уже третий или четвертый раз подряд это происходит К счастью, игроки достаточно быстро возвращают его на поле Хотели снова организовать атаку по левому флангу Наши гости Но Сторгино поняли, откуда исходит опасность Алиев сейчас вспомнил паст центра Отлично сейчас подачу сделали на Тадеева Делает Тадеев заброс Не получается, к сожалению Не получается снова удар в Клиево Стоит заметить, что тренер наших гостей Совершенно спокойно даже не встает со скамейки запасных Его, возможно, абсолютно устраивает все, что происходит на поле Вероятно и так Но Сторгино хочет еще один гол забить, как я понимаю Судя по количеству атак, которые происходят в последнем минуте Возможно даже не один Надеемся, что еще не один В штрафной у нас сейчас будет исполнять Соргино Не получился сейчас заброс Удар от ворот Продолжение следует... Действительно, есть смысл последовать совету тренера И поджать сейчас гостей к вороту Выбивает сейчас Магомедов мяч Да, у нас снова аут Хорошая попытка сейчас была поджать игроков Ники К сожалению, потеря мяча Неплохой пас Мог бы обыграть Хорошо сейчас сыграли защитники Сторгино Один из защитников получает повреждения Который как раз сейчас выбивал мяч штрафной Гванзав Магомедов у нас как раз сейчас лежал на поле Стоит отметить особую его активность в сегодняшнем матче Он сам встает Помощь врача ему не требуется Получается сейчас на фланге Снова потеря Большие потери на фланге Пяс, конечно, был пяткой Но, к сожалению, не точно Нет партнеров в той зоне Позже 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 Решили разыграть штрафную Старгино. Снова потеря мяча. Стоит отметить, что Ник проводит свои атаки существенно через левый фланг. Реже через центр. Правый фланг у них абсолютно неактивен. Пытались они организовать что-то и через правый фланг, но как-то слишком быстро они теряют в этом случае мяч. Серия аутов сразу же следует у них на правом фланге. Получилось сейчас догнать мяч Мухарбек Куцукова. Получает повреждение один из игроков Ники. Нет, с ним все в порядке. Будет Куцуков сейчас исполнять штрафной. Не получился штрафной у Ники. Ну и попытка развести атаку Старгино тоже не получается. Требует галки перники поджать хозяев, пока это у них не уходит. И вот одна из редких попыток организовать атаку через правый фланг. Здесь перехватывает мяч Старгино. Алиев сейчас идет вперед. Делает передачу на Плиева. Не слишком точная передача. И снова мяч покидает пределы поля. Сбивают флажок игроки команды соперников. Все, установили его уже обратно. Все в порядке. Андрей Волобуев сейчас вводил мяч в игру. Теряю сейчас мяч игроки. Ну и не очень торопится увернуть в игру. Отключаться? У нас хорошая новость. К нам в эфир пришел Юрий Анатольевич Нагайцев. Добрый день. Здравствуйте. Рады вас видеть. День добрый. Да, я удачно пришел. Команда как раз выигрывается. Надеюсь, вы принесете еще больше голов в ворот в игру сегодня. Вы только подошли к нам. Не видели еще, да, как играют ребята? Не, ну я где-то минут пять уже на стадионе. Так что гол видел. Как забили. Самое главное. Да, вовремя пришел. Да. Я хочу сказать, что сегодня у нас 95-го играет, так, двое ребят 95-го в составе играют. Нет, трое даже вратарь еще у нас. Трое. Четвернин, Колобков и Марченко, правильно? Нет. Тедеев, Марченко и Четвернин. Это 95-го ребята играют. Ну, так что у нас все. Ребята 96-го. 96-го, да, тоже есть кто-то у нас. Ну и в запасе тоже у нас там есть вот Ибрагимов тоже 95-го. Мотикин 95-го тоже. А, Демидов играет, да, у нас еще не что. В общем, активно подключаются. Да, 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 стараемся, да, ребят уже подключать более молодых. Как на ваш взгляд, получается у них подключаться в игру? Быстро они адаптируются в игре, в третьем визионе? Я думаю, да, потому что, в принципе, здесь также команда молодые играет, молодежные. Тут 93-94 год. Вот Ника я тоже смотрю, что молодая команда, в принципе. Вот, поэтому таких не вижу больших сложностей. Сейчас хороший удар делал Рудяков Евгений. Сейчас хорошо, Марченко вратарь сыграл очень здорово, да, Андрей? Ну стоит отметить сегодня его игру. Мяч шел, в общем-то, в ворот хорошо, действительно, сейчас. Сегодня несколько ударов хороших нам отразил. Успевает выпить мяч, как и некий. Нападение у нас вот сыграет Талалаев Андрей. Да, только не папа, а сын. Такой забивной. Нападающий забивает постоянно. Я знаю, он раньше играл в Локомотиве 2, верно? Да, у вас питание, по-моему, скричает школы и играл, да, в Локомотиве 2. Потом, как распалась команда у них. Да, летом там перешел. Пока они больше не выступают. Хорошо, тут уже вписался в команду, в принципе, он со второго круга у нас играет уже. Забил много и на клубную лигу, на первенство и на по третьей лиге. Вообще, часто такое бывает, что игрок вот за такой короткий период времени так удачно вписывается в команду? Или обычно все-таки требуется больше времени? Ну, у детей, как бы, ну, вот у юношей, скажем так, да, у юношей это более так плавно проходит, потому что все-таки здесь еще нет таких сложных каких-то игровых схем, как в возрастном футболе, да. Там, конечно, подбираются игроки точно, там, например, на позиции, там труднее все это. А здесь, в принципе, у них таких, нету еще сложных таких вариантов игры, поэтому здесь им проще, легче. Если это хороший уровень игрок, то ему, конечно, быстрее и проще адаптироваться в игре. Ну, и, конечно, вот почему мы еще, почему мы подключаемся к 95-96 год? Мы смотрим наших футболистов на этом уровне, то есть, что они себя представляют. Потому что, когда играет он, например, там, по своему возрасту, там, с химками, там, или со сменой, или там еще с кем-то, он вроде хорошо, здорово там выглядит, все у него получается, все удается, там, не такие скорости большие. А вот здесь, конечно, уже уровень немножко другой, повыше скорости, меньше времени для принятия решений. И, конечно, здесь тогда уже мы видим уровень игрока. То есть, 95-й год, например, они же сейчас все уже, у нас, как бы, зачетный год у них последний. Дальше уже или молодежная команда, или уже куда-то двигаться. Вот, поэтому нам надо определяться тоже по ним смотреть, кого мы оставим, кого нет. Александру Александрову сейчас немного не хватило точности. Левее ворот он пробил. А тяжело вообще ребятам выступать вот так за две команды сразу, за свой возраст и в третьем день делаем? Ну, я думаю, что да, тяжело, поэтому мы варьируем. То есть, у нас не все игры вот играют одни и те же. То есть, например, вот сегодня Четвернин играет, он не играл в прошлую среду, да, за третью лигу. Вот, и там еще другие ребята 96-го года подключались там в других играх, сегодня не играют. То есть, мы стараемся варьировать и, как бы, если видим, что игрок большую нагрузку получил, то, естественно, он сегодня играть не будет. Вот, и плюс еще, конечно, мы смотрим, то есть, он не всю игру, например, будет играть, да, если он так вот не готов еще. Он тайм будет играть, теперь 95-й год, сейчас они играют первый тайм, три человека, но я думаю, что вот эти двое полевых, второй тайм уже кто-то их заменит. В Сирии сейчас нарушение произошло, получает желтую карточку. Грубо сыграл игрок Ниньки. Иван Погребняк. Я хотела спросить, а варьируются все позиции, начиная от вратаря, заканчивая нападающие? Да, 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 да. Вот сегодня, говорю, 95-го года вратарь у нас играет мальчиков в составе, то есть, надо его смотреть, то есть, он у нас приезжий, иногородный из Кырска, вот, поэтому... Иван в команде? Он первый год, он где-то в марте у нас появился, вот, и, в принципе, по нему надо нам определяться, то есть, по его дальнейшей судьбе, то, что он интернатовский, и это все-таки такая дополнительная ответственность, то есть, поэтому мы его должны посмотреть здесь на хорошем уровне, то есть, что он из себя представляет. Хороший час, штрафной исполнил 9-й номер Строгино, это капитан Гванзав Магомедов. Знаю, сейчас Эд немножко не хватило, координации чуть не завершило атаку. Хотя отличный момент у него, конечно, был. Да, штрафной принимал мяч, ну, тоже еще поле сегодня мокроватое, дождь же был, да, ночью, и, конечно, сказывается это на действиях футболистов, я думаю. Он не так просто обработает мяч на скорости. Я знаю, что некоторые команды, например, Барселона, они в домашних играх вообще поливают специально поле перед матчами, чтобы быстрее мяч летел, ускорялся. У нас здесь внизу собралась небольшая юная армия болельщиков Строгино, среди них даже Лео Месси. Да, но это скорее не болельщики, я думаю, что это наши юные футболисты, которые ждут, да, ждут свои тренировки. Возможно, хотя бы смотрят на мастер-стоварищей. Да, да, да. Могу сказать, что еще я вот только что приехал с нашей базы в Рублево, у нас еще второй стадион есть в Рублево, да, там спортивная база, буквально 10 минут езды отсюда. Тоже живописное место, тоже на берегу Москвы-реки, вот, но там сейчас идет реконструкция, там два искусственных поля новых кладут сейчас, должны закончить в ноябре месяце. Также у нас там зеленое поле великолепное, вот сегодня мы тренерами играли такой матч между собой, мы каждую неделю играем. Вот, и также там делают еще футбольный городок и такую как бы многофункциональную коробку, где под крышей будет, там можно играть и футбол, и волейбол, и баскетбол, там, и так далее. То есть у нас там такой неплохой комплекс будет в следующем году, думаю, что это, конечно, способствует еще большему развитию футбола, потому что у нас сейчас много вот малышей, видите, внизу, да, то есть сейчас очень много приходит на набор ребят, но, к сожалению, вот у нас сейчас пока один стадион, и не все, не всех вместить можно, да. Ну, с каждым годом все больше приходят малыши? Да, конечно, ну здесь, во-первых, мы же начали только работать, в принципе, два года назад так серьезно здесь. Естественно, до этого ребята уходили там, уезжали там, Динамо, в ЦСКА, потому что здесь серьезной работы не было, вот. Ну, сейчас в мяч рука попадает, ну, вот так он, конечно, в принципе, ну, смотрение судьи, да, в штрафной площади. Вот, и, конечно, сейчас мы уже популярность набирают, и сейчас очень много на набор приходит. Ну, и тут и дома растут, как грибы в Старгену. А иногородних ребят много? Нет, немного, в принципе, у нас в каждом возрасте не больше пяти человек, а в младших возрастах, ну, 99 самый младший, там, в принципе, четверо сейчас, 98-й, там, два человека всего. Вот, поэтому, не так много, мы, в принципе, не сторонники, что много иногородних. Вообще, хотелось в перспективе, в идеале, что у нас будут все именно с этого региона ребята, с северо-запад, с запад Москвы, это около двух миллионов человек. То есть, я думаю, что должно быть с кого выбрать. Талантливые ребята должны быть, я думаю. Да, да, ну, надо время, чтобы люди поняли, что здесь действительно серьезная работа ведется, и серьезные специалисты работают. Вот, Балабуев сейчас оказался в офсайдинг. Она сейчас с Ника комбинировала, хорошую атаку проводила, но игрок попал, мы не играем. Сегодня, кстати, вот здесь, вот на том берегу реки, вот от нас, да, на улице Живописной, в пять часов будет играть молодежные команды ЦСКА и Челси. Это молодежная лига чемпионов. Да. ЦСКА, если не ошибаюсь, первую игру у них выиграть. Да. На выезде, да, выиграли они 1-0, но судя вот то, что мне рассказали, что там повезло очень здорово, что Челси было посильнее. Ну, в футболе, футбол тем хорошим, не всегда сильнейший выигрывает. Вчера тоже все думали, что Спартак выиграет, да, выиграл Селсик. Хороший пас Талалайф Андрей дает ТД его, Батраза. Он там немножко поле подвело, да, поскользнулся. Здесь нападение на вратаря, тут Андрей Талалайф поборолся, да, с вратарем, он не видел его и неумышленно там столкнулся. Надеюсь, все хорошо с вратарем. Ну, а если бы сейчас Батраз от ТДФ обработал бы хорошо мяч, он мог один в один выскочить. Так, немножко, наверное, вот скользкая пуля подвело. Я еще хочу сказать, так тоже, может быть, направо к рекламу, что, в принципе, вот в первом круге у нас играли ребята здесь, три человека из школы бразильского футбола, Соколов, Михалев и Чехопелия, да, вот. Вот, и после первого круга мы их отправили благодаря нашему агентству, которое у нас есть в свое спортивное агентство, которое занимается игроками, да. Сейчас Михалев играет за дубль Нижний, был где Нижний Новгород. Хороший удар сейчас совершал Гландзав Магомедов. Да, опасный момент, сейчас был очень так, Талалайф Андрей здорово зацепился за мяч штрафной и придержал, и скинул под удар. Вот, и Ника Чехопелия сейчас в Краснодаре в дубле, плюс он также привлекался уже в основной состав, сыграл на кубок в основном составе 75 минут. И также он сейчас привлечен в сборную по 94-му году, в сборную России, в Новогорске на сборах сейчас находится. Это все ребята 94-го? Да, это 94-го года, да. А третий Соколов, да, третий Соколов, он сейчас во второй лиге, мы его в Рязань отправили во вторую лигу. Даже не все большие топ-клубы могут похвастаться тем, что по три человека у них оказывается в дублирующем составе. Ну да, но я не говорю, что это наши воспитанники, но тем не менее мы вложили какую-то часть в их подготовку, потому что они приехали, честно говоря, разобранными оттуда. Вот они были в этой школе бразильского футбола, там второй лиге команда «Олимпия». Ну такие очень все приехали растренированные, травмированные, поработали с ними. Вот подалек Сергей Александрович наш тренер подготовил. И сейчас ребята играют. Поэтому наше агентство работает очень так в этом плане активно и в хорошей связи у нас. Поэтому думаю, что мы можем и других ребят. Снова, кажется, была атака на вратаря. Да, сейчас наши захватили, инициативу провели несколько хороших атак. Сейчас подача с фланга, четвертый Артем подачу делал. И это резко поборолся, но немножко нарушил правила. Хочется похвалить вообще Строгянов в последние минуты, они так очень активны. Стараются идти в атаку? Я еще хочу отметить, что обе команды играющие такие. То есть, как бы, Ника тоже, я смотрю, не просто не бьет мяч вперед. То есть, он старается разыграть, поддержать. Я сравниваю просто с другими командами, которыми мы играли. Там были команды, конечно, очень просто играли. А Ника такая играющая, приятно с такой командой играть. Здесь, кстати, воспитанник Локомотива играет. Вот 10-й номер, Иван Кумов, 93-го года занимался шкульей Локомотива. А как вы считаете, в чем причина такого, может быть, не самого удачного старта, что команда сейчас идет на последнем месте? Ну, во-первых, еще раз говорю, что мы не ставили сейчас, вот тут же сейчас чемпионат в один круг проходит, из-за того, что опять переходит на весна-осень. Обратно. Да, и мы изначально сразу ставили задачу, что мы должны обкатать наших ребят 95-96-го года. Мы даже одну игру с Зиноградом сыграли вообще чисто командой 96-го года. Вот, поэтому, если бы мы ставили какие-то задачи там турнирные, то, конечно, надо было играть только вот в 93-м, 94-м. Ну, если варьируется состав, это тоже играет свою роль. Ну, конечно, конечно, конечно. Каждый раз новым составом. Поэтому у нас главная задача стоит, вот, говорю, ребят, посмотреть и как бы определиться, кто у нас самый перспективный, кого можно дальше двигать. Потому что мы планируем в перспективе команду второй лиги организовать. В принципе, такие планы есть. Идут уже переговоры там с партнерами на этот счет. Может быть, даже с нашими друзьями из Щертаново это будет. То есть совместно, может быть? Да, может быть, совместно какой-то проект будет. То есть сейчас идут переговоры, идут как бы в этом плане дело как бы идет. Но пока не можем сказать, когда это случится в следующем году или через год. Сейчас желтую карточку получает Ашеверок, наверное. Ашеверок получает. Пол опять в центре поля. Осталась, по-моему, одна минута от основного времени первого тайма. Ну да, может, еще судья добавит какие-то компенсированные минуты. Сейчас здорово четвернин Артем на опережение сыграл, но, к сожалению, потеряли мяч. Игроки Ники так сейчас рискованно выходили в атаку, но прошло у них. Сейчас вратарь играет. Ну, сейчас Андрей вовремя вышел, подстраховал партнеров, сыграл ногами. Но, к сожалению, там кто-то из наших книг и залез, и передача вперед оказалась. И рук в офсайде оказалась. Стараются сейчас снова подержать мяч у себя игроки Ники. Какой-то перехват хороший сейчас. В гамме Талиев. Выбрал не лучшее продолжение атаки, конечно. Сразу, ну, тоже вот эта ошибка у молодежи очень часто, что хотят сразу первым пасом вывести один в один игрока. Вместо того, чтобы подготовить атаку, разыграть этот мяч. То есть не всегда вот этот первый пас вперед сразу оказывается тем, который нужен, да. То есть, может, иногда надо через фланг сыграть, там, через третьего, там. Такая вот поспешная передача приводит к тому, что потеря мяча и уже атака на наши ворота. Снова и очередной фол. Да, очередной фол, очередная желтая карточка. Хотя сейчас так, не знаю. Ну, смотри, не суди. Грубого такого ничего не будет. Штрафной сейчас будет исполнять Ника. Андрей Марчик, молодец, сыграл на выходе за час. Контратака не удалась, потеряли мяч наши игроки. Артем, четверг нам хотел загнать атаку. Да, но передачи не хватило точности. Наши игроки прессингуют, но не очень синхронно так это делали. То есть не все игроки ближних разобрали. Игроки Ники вышли на нашу половину из-под прессинга. Хотя наш опять прессингует его, смотрю, последние минуты. Так очень активно на чужой половине в отбор идут. Вот и перехватывают мяч, отбирают, но опять сразу теряют его. И опять отбирают. На плею сейчас фалили, эмоционально он реагирует? На мой взгляд, там ничего не было. Да, он пытался там пролезть, прокинуть штрафной мяч, но без фолла там все было. А сейчас атака соперника и вне игры, а в сайт. Первый тайм завершен. Пока мы увидимся.